Здравствуйте, дорогой зритель, любитель сербской провинции. Я долго размышлял о том, что сказать и как рассказать вам об этой теме. Не хочется быть дешевым спекулянтом, напыщенным, нагречивым или наигранно-трагичным. Ходится всегда быть и простым, и глубоким, как жизнь, которая нас окружает. Мне помогли слова моего бывшего коллеги по работе в России, который сказал, что человек для него единственное существо в обозримой вселенной, которая сознательно борется с энтропией или разрушением. Давайте задумаемся об этом. На протяжении тысячелетий человек стремится ввысь. Нося в себе огонь Творца, человек может создавать удивительные силы произведения и краю прекрасного, и его достижения нет конца. Небо необъятно и бесконечно, поэтому на протяжении веков горнее манит нас, заставляет размышлять, творить и пытаться приблизиться к чему-то вневременному. Мы постоянно пытаемся залатать разрыв материального и духовного, пытаемся перепрыгнуть эту границу, которая нас манит. В этом весь человек. В своем полете ввысь у него нет предела, как нет предела прекрасному. И здесь я сделаю резкий поворот и скажу, что пропасть, в которую может упасть человек, также не имеет конца. В своей неограниченности и свободе человек может воспарить высоты, но также опуститься в жуткий мрак, где можно жить только на ощупь. В этот мрак не могут упасть животные, а неограниченные законами природы. А как страшно видеть человека, который сознательно опускает себя ниже животной планки, часто оправдывая себя и получая какое-то мерзкое удовольствие в глубине своего падения. К сожалению, 20 век дает нам достаточно материала для изучения этого феномена. Войны, геноцид, голод, рабство, идеологии превосходства, в итоге смерти людей. Ярким примером этого ужаса была Вторая мировая война. Каждую семью на территории бывшего Советского Союза коснулась война. Мы знаем о ней не из книг, а из рассказов дедов, отцов, бабушек, всех наших предков, родственников, кто пережил этот ужас. Слова о свенцем или бухенваль для нас не просто звук. Но что мы знаем о чужой боли в этой войне? О чем болит сердце серба? Почему он обьется чаще при произнесении слова «ясиноват»? И в очередной раз, избегая быть магнитофоном, я не буду вам пересказывать подробно даты, количество замученных людей, фамилии организаторов. Все это вы можете найти в интернете. Информации много, правда, часто она противоречива, так как идет борьба по умалчиванию данных о количестве погибших и замученных. Что же нам необходимо знать? На территории нынешней Хорватии в 1941 году была создана система контракционных лагерей независимым государством Хорватии. Свою жуткую деятельность они прекратили в 1945 году. Вы скажете, к сожалению, мы это знаем. Еще одна страница о лагерях Второй мировой войны на Балканах. Только я хочу заметить, что если нацисты воспринимают евреев, цыган, славян, как скот, педантично уничтожали их, то в лагере Ясиновоц это делалось какой-то с садистской, маниакальной жестокостью, приносящей удовольствие. Даже немецкие офицеры в своих воспоминаниях были шокированы, увидены. Людей забивали прутьями, топорами, камнями, жгли живыми и резали ножами. Невозможно представить, откуда это пришло в голову. Как на это можно было решиться? По одному из свидетельств, указанному в книге Лазаря Лукаича, в 1942 году в лагере происходило соревнование по убийству заключенных. Задумайтесь, соревнование по убийству. Победитель перерезал горло 1360 людям за одну ночь, используя нож для разделки туш. Победитель получил в награду золотые часы, серебряный сервиз и от своих коллег печеного поросенка и вино. Был придуман специальный нож для убийства сербов, сербосек. В Германии была заказана целая партия таких ножей. Если кратко, то это кожаная перчатка с клинком на ней. Задумайтесь, что чувствует серб, когда слышит слово «Ясиновац». Зная, что было придумано специальное орудие убийства. Я лишь только мимолетно затронул ту бездну, факты о которой тщательно скрывают. Здесь есть место дискуссии об участии и поощрении лагерей католическими священниками, поддержке немецкими нацистами, итальянскими фашистами, всего этого ужаса, многолетнего противостояния сербов и ферватов. Но моя задача была открыть вам эту трагическую страницу истории сербского народа. В одном из лагерей этой системы массово содержались и, конечно, были жестоко убиты женщины и дети. Об этом песня, которая меня побудила рассказать об этом чудовищном явлении. Продолжение следует... 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 Нико буди ти, спавай ладе моје, спавай сада ти, сваком ћу се сузо, тебе сјећати. Полјубаца мало, у твоје живот стало, а сваки си со смјехом, доћекала радом, погледом у небо. Као да си знала, оћа је му оку, ти анђеле си звала. Спавај, ладе моје, спавај сада ти, неће тебе више, нико буди ти. Спавај, ладе моје, спавај сада ти, сваком ћу се сузо, тебе сјећати. А да је било среће, могла си да летиш, да тебе твоје чедо, у загрљај слети, и да пјесме ове, никад није било, спавај, ладе моје, спавај сада ти, неће тебе више, нико буди ти. Спавај, ладе моје, спавај сада ти, спавај, ладе моје, спавај сада ти, неће тебе више, нико буди ти. Спавај, ладе моје, спавај сада ти, сваком ћу се сузо, тебе сјећати.